Первый форум «Социология здоровья» прошел в Москве год назад. В программе форума 2019 года были затронуты такие темы, как профессиональная автономия и межпрофессиональное сотрудничество, исследование мотивационных факторов, кадровый потенциал здравоохранения, медицинское волонтерство в Москве. Спикерами выступили руководители крупных социологических фондов и компаний, представители врачебного сообщества и ВОЗ, ведущие ученые-социологи из России и зарубежных стран. Целью его проведения стало создание уникальной площадки для диалога социологов, врачей и организаторов здравоохранения. Мероприятие, проведенное в очном формате, объединило более 300 специалистов, позволив обсудить наиболее актуальные вопросы междисциплинарного взаимодействия в области получения от пациентов и профессионального сообщества обратной связи по происходящим изменениям в системах здравоохранения разных уровней. Второй форум с международным участием «Социология здоровья», здравоохранение которому доверяют, пройдет в онлайн-формате. Вызовы нового времени меняют подходы к решению большинства задач по оказанию медицинской помощи и поддержанию здорового образа жизни. Это делает особенно актуальным вопрос общественного доверия системе здравоохранения, лояльности к ней населения и медицинских сотрудников. К участию в дискуссии приглашены руководители федеральных и региональных органов власти, научных и образовательных организаций, главные врачи медицинских организаций, представители пациентских организаций, представители ведущих исследовательских компаний в области социологии здоровья и зарубежные специалисты. Впервые в мероприятии примут участие популярные медицинские блогеры, руководители ведущих волонтерских организаций, популяризаторы медицинской науки и лидеры общественного мнения. По традиции в рамках форума пройдет награждение победителей конкурса молодых исследователей в области социологии и здоровья. Приветствуем участников форума и желаем коллегам интересных дискуссий и плодотворной работы. Добрый день, уважаемые коллеги, участники форума «Социология здоровья». Мы рады приветствовать вас на нашем масштабном мероприятии с международным участием. Сегодня наше мероприятие проходит в гибридном режиме. В студии присутствуют модераторы, а наши спикеры будут подключаться к нам в режиме онлайн. И те спикеры, которые участвуют в пленарном заседании, они уже с нами дистанционно, но я их вижу на экранах. Я хотела бы вначале представиться. Сегодня мы будем модераторами. Меня зовут Аксенова Елена Ивановна, директор научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы. И мой коллега, со-модератор Богдан Игнат Викторович, он является руководителем нашего Центра медико-социологических исследований нашего института. Добрый день, уважаемые коллеги. Вначале хотелось бы озвучить ряд организационных моментов для наших слушателей, которые связаны с системой НМО. Мероприятие аккредитовано Координационным советом НМО. Все зарегистрированные участники по итогу мероприятия получат 6 кредитов при соблюдении всех условий. На протяжении всего мероприятия осуществляется контроль присутствия каждого участника перед монитором. Необходимо подтверждать свое присутствие путем нажатия на всплывающий баннер или ответом на контрольный вопрос. Свидетельство с индивидуальным кодом подтверждения будет доступно для скачивания в течение 14 рабочих дней после проведения мероприятия в личном кабинете участника на сайте neos.ru. В течение мероприятия вы можете задавать вопросы в чат. Ответы на них вы получите в конце лекции. Спасибо, Игнат Викторович. Коллеги, я хотела бы обратить ваше внимание на то, что у нас мероприятие с международным участием. У нас очень много иностранных спикеров и также много иностранных участников. Поэтому пленарное заседание у нас проходит на двух языках. Два языка рабочих – русский и английский. Вы можете в автоматическом режиме переключиться между трансляциями на русском и на английском языке. Коллеги, я хотела бы открыть наше мероприятие и сказать пару слов буквально о теме нашего форума в 2020 году. Это мероприятие мы проводим второй раз. Мы инициировали и Департамент здравоохранения поддержал нашу идею о создании такой дискуссионной площадки в начале 2019 года. И в прошлом году наш форум был посвящен вопросам пациента ориентированности. Каким образом приблизить медицину к человеку, сделать человека центром изучения системы здравоохранения, именно человека, а не его болезни. В этом году тема доверия. С учетом очень сложной ситуации, которая нас постигла в 2020 году, мы не только перевели наше мероприятие в гибридный формат, мы также и достаточно активно думали над темой, какую тему использовать в качестве ключевой на нашей дискуссионной площадке. С учетом того, что форум – это интеграция идей, мнений, достижений, результатов различных исследований, которые осуществляются командами междисциплинарными. Это врачи, организаторы здравоохранения, социологи. В этом году мы включили в наш ореол изучений блогеров, журналистов. С учетом того, что мы все переместились в цифровой формат, конечно же, преобразовалась система здравоохранения. Вы это можете видеть, чувствовать на себе. Появились целемедицинские центры, которые достаточно долго не могли запустить в системе здравоохранения страны, да и во всем мире также сейчас они развиваются активно. И мы с вами также присутствуем в цифровом формате. Поэтому стало очевидно, тема доверия, доверие к системе здравоохранения вышла в этом году на первый план. И нам важно понять, как оценивать это доверие, каким образом мы можем влиять на доверие и изменять и систему здравоохранения, и наши отношения к ней в процессе оказания и медицинской помощи, и, соответственно, развитие всей системы здравоохранения, разработки и внедрения новых медицинских технологий. Поэтому доверие, как многогранная тема, она не ограничивается только качеством медицинской помощи или отношением между врачом и пациентом. Это сейчас гораздо шире понятие. И мы с вами можем анализировать ситуацию, связанную с доверием, в том числе и в сети интернет. Достаточно много появилось научных направлений, практических технологий, инструментов, которые позволяют нам это делать. Я хотела бы обратить ваше внимание, что, несмотря на то, что 2020 год сложный, но мы уже перешли рубеж и, скорее всего, мы не вернемся обратно в точку традиционного взаимодействия. Все равно цифровые технологии значительно расширили нашу профессиональную деятельность. И мы можем говорить с вами уже достаточно профессионально на тему того, что наши пациенты, они находятся в том числе и в сети интернет. И бостонская консалтинговая группа, они провели в начале 2020 года исследование, в рамках которого было однозначно показано, что пациенты все чаще ищут информацию о своем здоровье, ставят себе диагнозы, подбирают терапию совместными усилиями в сети интернет. Общаясь между собой, консультируясь у блогеров, не всегда с медицинским образованием, интерпретируя различную информацию, которую представляют о системе здравоохранения журналисты. Поэтому мы должны с вами, если говорим о системе здравоохранения, если мы говорим о доверии к системе здравоохранения, мы должны, конечно же, не упускать такой большой сегмент, связанный с позиционированием системы здравоохранения в сети интернет. Также, почему еще тему доверия мы выбрали в этом году? ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, разработали новую программу на последующий период, до 2030 года, которую они назвали программой действий. Так вот, в этой программе действий тематика доверия к здравоохранению является одной из ключевых задач, которую планируют рассматривать активно и реализовывать проекты, связанные с развитием системы доверия. И, конечно же, в рамках нашего форума, обсуждая с различных ракурсов тему доверия, мы хотели бы определить наиболее значимые характеристики, которые определяют доверие населения к системе здравоохранения, доверие специалистов, которые работают в системе здравоохранения, к своей профессиональной деятельности. Ну и, конечно, совместно понять, какими усилиями мы могли бы развивать, усилиями и новыми технологиями развивать систему здравоохранения, делать ее высокотехнологичной, качественной и ориентированной на человека. И, конечно же, доверие очень важно организовывать между специалистами и населением. Мы, конечно же, должны с вами понимать, как управляются эти процессы для того, чтобы влиять на повышение качества медицинской помощи и изменение отношения населения к системе здравоохранения, снижению накала страстей в соцсетях, снижению мифологизации системы здравоохранения. Это все темы нашей сегодняшней дискуссии. Наш институт активно развивает медицинские и социологические исследования, исследования, ориентированные на изучение мнения и отношения населения к системе здравоохранения последние три года. Значительно мы расширили специфику этих исследований. В этом году у нас уже несколько научных тем посвящены теме социологии здравоохранения, социологии в медицине. Поэтому нам уже есть что сказать в этом направлении. Также наш институт собирает всю медицинскую статистику с города Москвы и отвечает за взаимодействие с органами исполнительной власти по представлению в цифрах системы здравоохранения. Ну и конечно же в прошлом году мы совершили очень серьезный для нас шаг. Мы создали центр медико-социологических исследований. На сегодня он самый крупный в Москве. Игнат Викторович является руководителем этого центра. В 2020 году мы запустили уже международные исследования, связанные с социологическими опросами населения и различных участников. И мы весной под эгидой Всемирной организации здравоохранения проводили очень крупное научное исследование, посвященное изучению поведения населения в эпоху распространения новой коронавирусной инфекции. И я попросила бы, Игната, достаточно коротко представить лучшие результаты, которые мы получили в рамках нашего исследования, чтобы мы могли понимать, в каком ракурсе развивается сейчас социология медицины и как будет построена наша дальнейшая дискуссия. Буквально несколько минут. Спасибо. Спасибо, Елена Ивановна. На самом деле, да, как уже было сказано, весной-летом этого года мы проводили совместное исследование под ЭГИЗой Всемирной организации здравоохранения. В первую очередь, это исследование было направлено на поведенческие факторы, связанные с пандемией коронавируса в Москве. Но, конечно же, мы не могли не затронуть в нашем исследовании вопросы доверия. Доверие властным институтам, доверие институтам здравоохранения, доверие представителям здравоохранения. И, в частности, было выявлено в нашем исследовании, что у москвичей наибольшим доверием в рамках противодействия коронавирусу пользуются врачи-стационаров, волонтеры, в том числе медицинские волонтеры, и их работодатели, которые, по мнению москвичей, в целом достаточно хорошо организовали меры профилактики коронавируса. Данные рекомендации, данные исследования были учтены нами при составлении рекомендаций по информационной политике в городе Москве. Также большое внимание мы уделили данным о том, что москвичи жаловались на представленность в инфополе различных точек зрения на эффективность мер. И мы подчеркивали, что именно представлено в целом в инфополе различных точек зрения на пандемию у ряда представителей населения в значимой мере снижает доверие населения вообще к любой информации по коронавирусу. То есть, глядя на разные точки зрения, люди вообще перестают верить в любую информацию. Также мы увидели высокий уровень приверженности рациональным мерам профилактики коронавируса в городе Москве. Но, однако, эта приверженность не всегда означает автоматически соответствующее рациональное поведение. Нужен комплекс мер, чтобы конвертировать это доверие к мерам, чтобы конвертировать его в реальное поведение. То есть, например, в случае ковид-диссидентов это более жесткие меры. В случае сознательных граждан такие жесткие меры по большей части излишни, и тут нужен уже свой специфический подход. И, собственно, такого рода рекомендации были переданы нами, изложены компетентным представителям. Следующая тематика, о которой хотелось бы сказать два слова, которая активно разрабатывается в рамках нашего центра, это образ специалиста. Она также сильно связана с вопросами доверия системе здравоохранения. В частности, мы массово изучали образ, врача и образ медсестры, на материалах больших выгрузок, больших данных из социальных медиа. Эти исследования позволили выявить существование ярких стереотипов массового сознания в восприятии специалистов. В частности, мы много внимания в своих исследованиях уделяем сестринским стереотипам, и эти исследования во многом стали достаточно уникальными для нашей науки. В то время как на Западе эти исследования уже существуют несколько десятков лет, у нас, к сожалению, до последнего времени эти исследования не развивались. В частности, наш центр в данный момент активно развивает вот эти вот исследования, связанные с образом медицинской сестры. И помимо контент-анализа сообщений, мы активно использовали аналитику рисунков по теме, аналитику визуальных образов, которые позволяют судить о том, о чем люди не говорят, но, вероятно, это уже находит отображение визуальное, то есть такой непроговариваемой пласты массового сознания. В частности, визуально мы, например, видим, в то время как на уровне мнений достаточно распространен стереотип, а медсестре чисто как о помощнике врача, уже на уровне рисунков мы видим значимо меньшее представление этого стереотипа, и он уже начинает уходить. И, собственно, ну, к сожалению, тайминг пленарки не позволяет нам глубоко разобрать все наши полученные данные. Наши данные, наши исследования, они доступны публично в научных публикациях, соответственно, тем, кому это интересно, могут к ним обратиться. Спасибо большое, Елена Ивановна. Отдаю вам слово. Спасибо, Игнат Викторович. Спасибо, Игнат Викторович. Адлициатор проекта ВОЗ по исследованию поведения человека в эпоху пандемии, и она же координировала проекты больше 20 стран, которые проводили исследования. Хаберсат Катрин Бах, представитель Всемирной организации здравоохранения, и я передаю вам слово. Доброе утро! Большое спасибо, что пригласили. И от лица ВОЗ я рада вас всех приветствовать и надеюсь, что это мероприятие пройдет по-настоящему эффективно и будет много замечательных дискуссий. Итак, зовут меня Катрин Хаберсат, и я руководитель команды, которая была задействована в этом исследовании. Мы занимались инсайтами, и нас интересовало то, как люди относятся к тому, что происходит во время пандемии. И, конечно, после большой вклад, буквально несколько месяцев назад, в сентябре, нам удалось разработать программу, которая была принята на следующие пять лет. Эта программа называется «Объединенные действия для лучшего здоровья». Подсказывает нам, как вести себя по отношению к пациентам, как к ним прислушиваться, как выстроить коммуникацию в сфере здравоохранения, как взывать к мнению пациентов, как получать от них это мнение. И, наконец, как соответствовать их ожиданиям. И я надеюсь, что нам удастся реализовать эту программу совместными усилиями. И сейчас мы уже работаем с разными представителями власти, как на местном уровне, так и на международном уровне. И, кстати, мы уже достаточно давно работаем с организаторами этого мероприятия, за что им большое спасибо. И хочу также отметить, что когда мы разрабатывали инструменты для проведения опроса, для этого исследования, нам очень во многом помог университет Эрфурта. Так что хочу поблагодарить нашего коллегу, профессора Корнелию Бэйч, который сегодня также будет выступать за тот вклад, который они внесли в нашу совместную работу. Это было замечательно, и я с большим уважением отношусь к их труду. И, конечно, в рамках новой программы мы будем работать с большим количеством коллег из самых разных стран. Мы будем разрабатывать методологию, мы будем говорить о гуманитарных науках и социальных науках. Ну, а сегодня у меня буквально 10 минут, и есть конкретная тема, про которую я должна вам рассказать. Сейчас я все настрою. И эта тема имеет непосредственное отношение к вопросу доверия. Сейчас я надеюсь, что у вас появится моя презентация на экране. Все ли видят? Да, отлично. Ну что ж. Я буду говорить о том, почему люди отрицают научные данные. Это очень актуальный вопрос. Мы с этим столкнулись во время пандемии. И я думаю, что сегодня уже многие про это задумались. Это очень важный вопрос. И как это, это просто один из наиболее современных примеров. Конечно, мы часто сталкивались с отрицанием в самых разных сферах. И люди по-разному относятся к науке, к консенсусу, к которому мы приходим. В общем, всегда остаются люди, которые с большим недоверием относятся к таким темам, как изменение климата, влияние табака на наше здоровье и многим другим. Так можем ли мы сказать, что люди просто будут продолжать следовать тому, что они слышат от ученых? И, к великому сожалению, это не всегда так. Давайте посмотрим, что мы видим на этом графике. Вот пример из Черногории. Очень многие говорят, что не хотят проводить вакцинацию. И обратите внимание, как сильно изменилось отношение у людей к вакцинации в 2013 году и что происходило дальше. Дело в том, что есть скептики, которые организовали целый ряд мероприятий. Зовут этого человека доктор Белков, и она привлекла к себе очень большое внимание от средств массовой информации. Она рассказала про самые разные сомнения, про почему вакцинация может быть небезопасным мероприятием. И, к великому сожалению, несмотря на все усилия властей, в дальнейшем вернуть доверие населения к вакцинации так и не удалось. Но возникает вопрос, почему у людей получается на нас влиять за счет вот таких вот громких мероприятий? И какими инструментами пользуются люди, которые хотят зародить сомнения в нас по отношению к каким-то научным данным, к научным доказательствам? Первое. Первая методика или техника – это теория Загорова, конспирология. Когда подвергают сомнению, консенсус, то соглашение, к которому пришло научное сообщество по тому или иному поводу, сразу возникает вопрос, наверное, у правительства есть какие-то причины, чтобы скрывать от нас то, что на самом деле происходит. Или, быть может, ваш семейный доктор или врач общей практики скрывает от вас что-то. Вторая методика. Как можно зародить сомнения в обществе? Это воспользоваться мнением ложных экспертов. Сделать из этих ложных экспертов настоящих авторитетов и попросить их высказать свое мнение. Ну, например, было опубликовано новое исследование, проводимое 30 научными сотрудниками университета. Оно подтверждает, что скрининг рака малышной железы может вызывать рак. Но вопрос – а кто эти 30 научных сотрудников университета? Знаете ли, в университете очень много сотрудников, и велика вероятность, что это отнюдь не эксперты. Но для тех, кто плохо знаком с тем, как выстроена система разных уровней доказательности, уже это заявление звучит достаточно понятным и вызывает доверие. Кроме того, следующая методика – это избирательность. Мы можем подвергнуть сомнению научный консенсус, если начнем ссылаться на отдельные статьи, которые ставят под сомнение все то, что было наработано нашим научным сообществом. То есть, несмотря на то, что целая большая группа экспертов сказала, что антибиотики не лечат от ковида, тем не менее, очень многие сказали, что этого нам недостаточно и поверили какой-то одной статье, где было высказано противоположное мнение. Следующее – завышенные ожидания. Очень часто люди хотят получить 100% эффективность и без побочных эффектов. Но очень часто это приводит к такой ситуации, когда люди говорят, «Я не то чтобы против, я просто хочу быть на 100% уверенным в том, что это абсолютно безопасно». И, как вы понимаете, в здравоохранении это случается крайне редко. Удовлетворить такие высокие ожидания нереально. И у научного сообщества на самом деле нет какого-то инструмента, как противостоять такой формулировке. Следующее – искажение информации и неверные выводы. Поспешные выводы, основанные на ложной аналогии. Ну, например, обработка рук антисептиком уничтожает вирус. А вот если его выпить, то результат будет точно таким же. Вы видите, что была предпринята попытка аналогию применить для того, чтобы подтвердить, что антисептик – это достаточное средство против вируса. Но очень часто через аналогии все очень сильно упрощают. Но люди, которые недостаточно хорошо образованы, не могут отличить факты от вымысла. И почему же вот такие вещи хорошо воспринимаются широкой публикой? Каковы инструменты восприятия? Мы задавали этот вопрос с психологом. И оказалось, что, учитывая то, что человек постоянно сталкивается с неопределенностью, ему постоянно приходится оценивать риски для того, чтобы предотвратить перегрузку. Нам нужно сформировать какие-то шаблоны восприятия. И тогда нам будет проще оценивать то, что происходит. И вот когда я иду по улице, я не постоянно думаю о том, что, о боже, слева машина, она меня сейчас собьет, а справа у меня человек, он может меня оттолкнуть. Все эти вещи происходят настолько автоматически, что я даже не думаю про то, что это происходит. Я действую практически бессознательно. Вот это те шаблоны, которые мне помогают в ежедневной практике. И при этом мои мыслительные действия очень ограничены. Но, к великому сожалению, то же самое происходит, когда люди начинают рассказывать свое мнение о чем-то достаточно сложном. И им кажется, что их аналогия, их упрощение помогают им разобраться в сложных темах. Но это не всегда так. Тем не менее, надо принять, что это правда. Итак, почему люди восприимчивы к подобной информации? Во-первых, мы склонны фокусироваться на негативной информации. И когда от нас систематически что-то скрывают, а потом это всплывает, нам начинает казаться, что негативной информации гораздо больше, и мы перестаем доверять. Далее. Мы склонны руководствоваться эмоциями, а не научными данными. И бессознательные триггеры также очень часто влияют на наши эмоции и на наше поведение. И знаем мы это, понимаем мы это или нет, очень часто возникает эффект предшествия. То есть, если когда-то ранее нам было сказано, что скрининг может повлечь за собой развитие рака, изначально мы можем этому не довериться, но если это вызвало в нас какую-то эмоцию, в следующий раз, когда нас пригласят просто на скрининговый осмотр, мы вспомним, что, боже, там была какая-то неприятная информация, будто бы скрининг может повлечь за собой развитие рака, а не послужить профилактикой рака. И из-за этого мы не пойдем на скрининг. И еще. Чем больше информации, тем больше стресса мы испытываем. И потому нам становится сложно принимать решения. И часто мы запоминаем сам миф, но мы не понимаем, почему этот миф является мифом, а не правдой. И даже если нам объяснили, что это не так, мы запоминаем очень часто первоначальную информацию. И иногда что-то, что звучит легко и просто, запоминается лучше, к сожалению, чем какой-то сложно сочиненный ответ, который должен был развенчать мифы. Следующий, достаточно серьезный вопрос. Можем ли мы как-то повлиять на то, что люди отрицают научные доказательства? И сейчас очень большое количество исследований посвящено именно этому вопросу. Все говорят, что это нелегко, что это будет задача сложная, и мы не сможем на нее ответить как-то просто. Нам нужно будет разработать и разработать какой-то инструмент влияния на широкую публику от официальных лиц. Ну, к каким выводам мы пока пришли с ВОЗ? Первое. Человеку очень важно понять, кто к нему обращается. Если мы хотим оказать влияние на конкретную группу населения, нам нужно понять, кому эта группа населения доверяет. И именно этим людям, которые доверяют конкретной целевой аудитории, позволят развенчать мифы. Следующее. Нам известно, что чем больше доверяют, тем чаще используют простой, понятный и доступный язык. И благодаря именно такой методике, то есть применению простого и понятного языка, мы можем убедить человека в том, что ученый говорит правду. То есть, если ученые будут использовать какую-то сложную речь, люди могут их не понять и поставить под сомнение все то, что было ими сказано. Поэтому наша задача оценить, какие сомнения возникают, и объяснить, почему тот или иной факт является фактом или вымыслом. И повторное упоминание мифа к великому сожалению укрепляет веру в него. То есть, как я уже говорила раньше, если мы быстро и коротко повторяем миф, но при этом мы долго и сложно объясняем, почему это миф, а не правда, человек запомнит сам миф, но не наше объяснение. И, наконец, попытка развенчать миф заранее может привести к психологическому противодействию. В последние годы мы много раз начинали исследование, посвященное этому вопросу. И когда мы разоблачаем какие-то методы, люди понимают, что мы создаем у них как бы ментальные антитела. то есть у человека возникает как будто бы прививка к лжи и к ложным фактам. То есть наша задача повысить осведомленность у широкой публики о том, что нужно выбирать того человека, которому вы будете доверять. То есть нужно критически подходить к вопросу, кто выпустил ту или иную публикацию, кто сказал, что это правда, а это ложь. И только в этом случае, если мы сформируем вот такое общественное мнение, вот такую критическую оценку, мы поймем и увидим наконец, что широкая публика начинает более критически подходить к той информации, которую она воспринимает. и если есть одна статья, которая противопоставлена научный консенсус, я надеюсь, что в дальнейшем человек будет ориентироваться на научный консенсус, как на более прочную основу для принятия решения, чем просто на одну статью. Огромное спасибо за то, что вы уделили внимание моему докладу. Сейчас покажу вам, что есть еще несколько интересных публикаций, которые вам могут быть полезны, если вас интересовала эта тема. И я надеюсь, что эти публикации помогут вам в ней более глубоко разобраться. Так что в завершении своего доклада думаю, что это самое полезное, чем я могла поделиться. Большое спасибо за внимание. Спасибо, Катрин, за такой прекрасный и емкий доклад, очень интересное исследование и самое главное, он расширяет границы нашего восприятия темы пандемии, отношения населения к пандемии, которые мы тоже активно наблюдаем. Спасибо, Катрин. Коллеги, переходя к следующему докладчику, я хотела бы сказать, что у нас, конечно же, в России много социологических институтов, которые на профессиональном уровне исследуют вопросы, связанные с системой здравоохранения, но среди них я хотела бы выделить два очень важных профессиональных института, это фонд общественного мнения и в ЦИОМ. Я хочу передать следующее слово с моим большим уважением к коллеге, это Аслон Александр Анатольевич, председатель фонда общественного мнения, и я хотела бы отметить огромный вклад этой организации в социологию медицины, в социологию здравоохранения, которые так профессионально и емко вносят эта организация. И буквально секунду, Александр Анатольевич, я передам вам сейчас слово, в этом году Александр Анатольевич запустил очень уникальный и профессиональный проект, который называется Коронафом. Я надеюсь, что пару слов вы хотя бы расскажете о нем. это проект, который посвящен изучению изменений, которые происходят в социальной жизни в эпоху пандемии с различных мнений участников и со стороны социальной сферы, со стороны бизнеса. И этот проект, который позволил нам, наверное, получить емкую, структурированную и очень востребованную в тот момент, когда вообще не было никакой информации, данные о изменении поведения населения и мнения населения в эпоху начальной пандемии. Пожалуйста, Александр Анатольевич. Спасибо, Елена Ивановна. Собственно говоря, сегодня я и хочу свое выступление посвятить этому проекту. Дело в том, что для социологов все происходящее, разумеется, через оптику социологическую представляет огромный интерес. это касается не только медицинских вопросов или вопросов здравоохранения, а поскольку вирус вызвал гигантские усилия по борьбе с вирусом, пандемия вызвала меры по борьбе с пандемией, то это касается не только больных, не только врачей, не только тех, кто с этим борется, но и всех. Фактически все человечество, все люди оказались в новой реальности. Поэтому я называю то, что мы видим как социологи сегодня, это пандемическая реальность. Это новая реальность, в которой мы живем. И социология этой пандемической реальности собственно и есть предмет нашего проекта под названием коронофом. Причем стало ясно, что сейчас я переключу на демонстрацию своей презентации и проект коронофом. Да, все, что я сейчас сказал, это было ясно в самом начале, когда все только началось. И собственно говоря, наш проект начался буквально в марте 20-го года. по сути дела пандемия это касается тех, кто болеет, а у всех она в головах. Вот короткая формула, обозначающая, что сегодня происходит. И борьба против пандемии, и самоизоляция, и работа в удаленном режиме, и маски, гигиеническая настороженность, и страхи, заболеть, и социальная дистанция, отчуждающая людей. Все это затрагивает всех. Жизнь меняется в условиях пандемии, и в условиях борьбы с пандемией. А сама эта борьба состоит в том, чтобы не только лечить, но еще и предохранять тех, кто еще не заболел. Кроме того, есть еще огромная линия, связанная с защитой. Это защита, начиная с санитайзеров и кончая вакцинами. Это, по сути дела, защитные редуты, защитные средства, закрывающие наше тело от вируса. Фактически последствия, и это есть пандемическая реальность. Последствия того, что происходит, касаются всех людей. Огромное влияние и изменения произошли в здравоохранении, врачи, которые лечат, медики, которые занимаются профилактикой и здоровых предохраняют от заболевания, медики, которые проводят диагностику медики, которые борются, создают новые лекарства и вакцины. Сейчас система здравоохранения, в том числе и цифровые технологии. А кроме того, к медицине, к здравоохранению относятся также и все те, кто сегодня принимает решения и очень часто подчиняются тем решениям, которые предлагают медики. Это, собственно, вся система управления государственного. Огромное влияние на экономику, экономика остановилась фактически, иногда она в большей степени под влиянием, как бы это было в самом начале, весной, летом вроде бы начало подниматься, сейчас снова вторая волна пошла, бизнес, корпорации и предприниматели это те, кто на себя ощутил эти последствия, но больше всего, конечно, пострадавшим оказался малый бизнес, который, в принципе, лишился, так сказать, возможности работать, поскольку спрос на товары и услуги малого бизнеса был перекрыт, мерами по борьбе с пандемией. Кроме того, очень интересное явление в социологии пандемической реальности это общественный иммунитет, то, что мы в прошлом году много обсуждали и вместе с уважаемыми коллегами Василины Ивановны в том числе, на самом деле общество тоже предпринимает усилия по борьбе с вирусом, например, огромная сетевой контент, который идет обсуждение как уберечь себя и рассуждение людей, аналитиков, исследователей, мыслителей о том, что происходит, что будет и как жить, наконец, вирусные ролики в бесконечном количестве распространяющихся в интернете, все это проявление этого общественного иммунитета. Вот проект CoronaFoom, сегодня есть у меня в принципе два варианта разговора было, один рассказать о проекте, второй вытащить что-то самое интересное. Я все-таки обозначу те направления, по которому сегодня развивается проект и как он начал развиваться с марта 2020-го года сошлюсь на те материалы, где можно ознакомиться с его результатами. В направлении проекта первое это ежедневный телефонный опрос, мониторинг для измерения социальных индикаторов, отражающих поведение и восприятие населения, восприятие и поведение населения в условиях пандемии. Это огромный массив данных, это все открыто, то есть все результаты доступны, именно то, о чем сказала Ирина Ивановна, это постоянная рука на пульсе того, что происходит. Кроме того, мы ведем мониторинг пандемических тем социальных медиа на основе наших партнеров медиологии и бренд-аналитикс в социальных сетях и в СМИ, как развиваются эти темы. Следующее это опросы и глубокие интервью, собственно, сами исследования по следующим направлениям. Социальные практики и пандемия, ну, по сути дела, это работа, это передвижение, это то, чем занимаются люди в своей жизни. Их повседневность, и семейные отношения, и дети, и так далее, все это одно из важнейших направлений. Экономические последствия, очень большой объем исследований на эти темы, и обеднение, и снижение сбережений, и потери работы, и страхи потерять работу. Очень большая работа ведется по изучению того, что происходит с медиками, со всеми теми, кто имеет отношение к здравоохранению непосредственному. Это мы делаем с помощью разговоров, с помощью глубоких интервью, десятки интервью с самыми разными медиками, и в течение всего периода пандемии накапливается огромный материал, который имеет с одной стороны историческое значение, то есть, конечно же, эти следы дальше будут очень важны будущим исследователям. Кроме того, очень важно для саморефлексии медиков, очень важны. Как корпорации выживают, стратегии выживания, как малый бизнес чувствует себя в этой ситуации, все это огромный объем выполненных работ. Кроме того, мы ведем беседы с социальными мыслителями, теми, кто пытается понять, рефлексировать, как это что и как происходит. И, наконец, мы выищем в сети публикации и вирусные ролики, собираем эти коллекции. И все это на сайте проекта COVID19.fom.ru собрано, сейчас просто обозначено структуру этого сайта, структуру этой информации, поскольку все это открыто, сделано так, чтобы было максимально полезно тем, кто прежде всего борется с пандемией. для них мы запустили этот проект. Это тем, кто интересуется этим, ну и тем, кто хочет понять и сделать выводы относительно той иной реальности, где мы живем. Информация с этого сайта расходится по каналам и в Телеграме, и Янзек Дзене, а кроме того, есть облако, есть специально выделена таблица опросов, справочник таблиц опросов, там ссылки на все массивы наших опросов. Это на самом деле первый раз мы делаем такую возможность, даем всем исследователям знакомиться с, и кроме того, по желанию мы можем даже первичные данные передавать, поскольку чем больше исследователей будут заниматься этими данными, тем ближе мы к тем целям, которые стояли в этом проекте. Спасибо. Я старался уложиться. Александр Анатольевич, очень интересный доклад, спасибо, что вы рассказали о своем проекте. Я хотела бы отметить, что Александр Анатольевич у нас творец истории в какой-то мере, потому что именно он последние несколько лет запускает тренды, связанные с новыми инструментами в социологии, с введением нового понятийного аппарата, и что очень интересно, именно такие термины, которые используют и вводят в наш оборот Александр Анатольевич, они уживаются и уходят в массы, их используют и другие специалисты, не только представители ФОМА. Спасибо большое, Александр Анатольевич, за доклад. Вам спасибо. Уважаемые коллеги, хотелось бы представить следующего спикера. На самом деле я в некотором замешательстве, потому что его прекрасно уже представила Катрин. Это Корнелия Бетч, заведующая лабораторией психологии инфекционных заболеваний в Экфуртском университете. Она была собственно инициатором международного проекта Космо, которому рассказывала Катрин в Германии. Собственно, она поделится своими основными инсайтами по данной теме. Пожалуйста, Корнелия, вам слово. Запустите, пожалуйста. Коллеги, здравствуйте. Меня зовут Корнелия Бетч, я профессор по коммуникационной сфере здравоохранения университета Эрфорта в Германии. Сейчас я сделаю свое изображение поменьше, чтобы было лучше видно слайды. Благодарю за приглашение и возможность поделиться с вами теми выводами, к которым мы пришли по результатам исследования психологического состояния населения за время борьбы с COVID-19. Мы начали сбор информации в марте и получали обновления каждую неделю или раз в две недели. Сейчас вы прямо под моим изображением видите то, как выглядел инструмент, которым мы пользовались. То есть было несколько сегментов, по которым мы определяли психологическое состояние населения. Я знаю, что в некоторых странах также пользовались этим инструментом для того, чтобы понять, как реагирует население на те или иные комплексы мер. Давайте более подробно коснемся ношения масок. Это оказался один из наиболее важных механизмов борьбы с распространением заболевания. Далее вакцинация и отношения среди населения. Карантин, его предпосылки, то, как люди понимают причины карантина. и профилактическое поведение, в частности, на собраниях, вечеринках, встречах друзей. Ну, давайте пойдем по порядку и начнем с ношения масок. Давайте обратим внимание вот на этот график. 28 апреля мы наблюдаем достаточно сильное изменение от 20% с самого начала внедрения этой меры до практически 90% одобрения населения. Однако, это не отражает того, как люди относились к другим мерам безопасности, например, сохранение дистанции, мытью рук и избегание рукопожатия. Сложнее всего были взаимоотношения с социальным дистанцированием. То есть, на самом деле, как только ношение масок стало обязательным требованием, большинство населения восприняли это нормально. Теперь поговорим о вакцинации. У нас есть два показателя. Первое, это намерение пройти вакцинацию, и второе, это одобрение обязательной вакцинации населения. Итак, красным намерение пройти вакцинацию. Изначально было очень высоким в апреле, практически 79%, а сейчас только 56% населения. Ну, и это понятно, что такого количества будет недостаточно для того, чтобы получить коллективный иммунитет. Ну, уже сейчас заметны изменения в настроениях людей, и, скорее всего, мы столкнемся с еще большими переменами. Люди опасаются того, насколько безопасной будет эта вакцина. Так что, понять их отношения можно. Одной из причин введения карантина были вот такие симуляции, которые опубликовали в заявлении нашей Академии наук. Здесь вы видите разные графики, которые показывают, что произойдет, в зависимости от того, как быстро, как скоро и насколько серьезный строгий карантин будет введен. Самый лучший вариант это синий график, а остальные графики показывают, что чем позже это будет сделано, тем сложнее будет справиться с ситуацией. Именно это послужило причиной ввести карантин, социальное дистанцирование или сокращение социального взаимодействия. Нам было важно понять, насколько население принимает этот механизм как необходимый. Мы видели, что 78% одобряют, точнее, выражают свое согласие с таким большим сокращением социальных контактов. Я сейчас не буду пытаться посчитать, что это в четвертях, скажу просто. 73% озвучили свою готовность заметно сократить количество социальных контактов. Однако сохранялись и те, кто считали, что это не нужно. Именно из-за того, что не все понимали, почему это необходимо, нам и не удалось получить абсолютный карантин. Это было скорее частичное изолирование. Еще один фактор, на который хочется обратить внимание, это частные встречи, вечеринки, собрания друзей. Что мы наблюдаем? Вот этот график показывает то количество людей, которые отказались от частных вечеринок. И если сначала в апреле это было практически 95%, то к октябрю это количество сократилось. Однако после того, как мы продолжили просветительскую работу относительно того, что контакты могут быть опасны, это количество снова увеличилось до 76% населения, которые поддерживают такую меру. Но нам нужно было донести до населения, что подобные контакты могут быть рискованными. Дело в том, что распространение происходит на вечеринках точно так же, как и в любом другом скоплении народа. И если мы встречаемся с теми, кого мы любим, кого мы знаем, кто нам близок и дорог, это не значит, что этот человек будет безопасен для общения. И мы провели опрос, в котором нам стало понятно, что когда мы отправляемся на вечеринку, где всех знаем, мы чувствуем себя гораздо безопаснее и приближаемся к таким людям с большей охотой. Если же там незнакомые нам люди, мы сохраняем дистанцию. Но если люди близкие, дорогие нашему сердцу, то мы приближаемся к ним, мы не испытываем отвращения, мы не носим маски, и мы не боимся, мы не испытываем опасения, мы не воспринимаем такую ситуацию, как рискованную. Соответственно, когда люди собираются с родными и близкими, они не боятся и перестают защищать себя. И это стало одним из важных факторов распространения инфекции. Далее мы посмотрели на то, как население относится к определенным сдерживающим мерам, таким как ограничение личных свобод и, например, профилактическое закрытие школ. И обратите внимание, вот на эту красную линию, кривую, она показывает ограничение личных свобод. И если сначала люди нормально к этому отнеслись, потом летом было послабление и, наконец, более плавное возвращение к такому стабильному состоянию. интересно, что будет происходить с этим дальше. К чему люди плохо отнеслись? Это профилактическое закрытие школ. Вот эта кривая показывает то, как менялось отношение. Но мы можем сказать, что до сих пор люди хотят, чтобы дети ходили в школу. И это интересно, несмотря на то, что сейчас количество случаев заражения возросло, все равно люди предпочитают, чтобы школы были открыты. Ну и давайте теперь поговорим о таком показателе, как психологическое напряжение или стресс. Бремя этого заболевания изначально воспринималось достаточно высоко, и летом было полегче, а сейчас в октябре, в ноябре все уже пошло в рост. Давайте еще раз посмотрим. Мы смотрели на людей разного возраста, от 18 до 29, 30 до 49, 50 до 64, и в целом мы наблюдаем одну и ту же тенденцию. То есть сейчас напряжение снова возрастает. И это значит, что ситуация постепенно становится все более серьезной. Ну давайте резюмирую, к каким результатам мы пришли. те меры, на которые я обратила ваше внимание, не очень хорошо воспринимаются обществом. И это значит, что необходимо проводить просветительскую работу и объяснять, почему та или иная мера важна, почему необходимо сокращать социальные контакты, почему важно сохранять дистанцию. и самое важное, что нужно понять, что мы можем заразиться от друзей, от родных и близких. И я думаю, что именно в этом направлении мы должны работать и просвещать наше население. И что касается группы риска, это прежде всего молодые мужчины, которые менее всего готовы одобрять, принимать меры правительства. И, скорее всего, с ними нужно вступать в непосредственный контакт для того, чтобы донести смысл этих мер. И, конечно, мы должны оказывать населению психологическую помощь, чтобы никого не клеймили за то, как он себя чувствует в этой ситуации. Большое спасибо за внимание, благодарю за приглашение, и если у вас остались вопросы, пожалуйста, обращайтесь, я с удовольствием на них отвечу. Всего доброго. Большое спасибо Корнелле, очень интересные данные, и, как всегда, на высоком методическом уровне подготовлены исследования. Что касается следующего нашего спикера, хотелось бы сказать, что организацию, который он представляет у всех постоянно на слуху, что касается социологических опросов. То есть мы видим данные во всех СМИ, они всегда оперативно реагируют на самые актуальные, самые острые тенденции, и это, конечно же, ФЦООМ, крупнейшая российская социологическая организация, которая была организована в 1987 году. И, соответственно, такая крупная организация не могла оставаться в стороне тематики здравоохранения, потому что здравоохранение очень важный социальный институт, и в стороне от тематики пандемии. Мы с большим удовольствием всегда ознакомливаемся с их исследованиями и медико-социологическими, и социальными, посвященными релевантными системе здравоохранения вопросов. Представит от ФЦООМа доклад Родин Кирилл Сергеевич, директор по работе с органами государственной власти, член общественного совета при Министерстве здравоохранения РФ. Кирилл Сергеевич, Вам слово. Добрый день, коллеги, спасибо большое за приглашение. Тема действительно очень актуальная. Надо сказать, что с одной стороны, конечно, мы в регулярном режиме еженедельно мониторим в целом ситуацию в рамках тех исследований, которые мы проводим. Данные в этом плане, конечно, интересен проект ФОМа, там достаточно большое количество объем открытых данных. Мы свои данные таким образом не открывали, но, конечно, на тех мероприятиях, где участвуем, стараемся какие-то цифры извлекать. Конечно, они во многом касаются непосредственно тех практик проведения и прохождения коронакризиса, который сегодня мы переживаем. И отдельно, конечно, те исследования, которые мы сегодня проводим, на самый широкий круг тематик, они волей или неволей все, в большинстве своем, скажем так, случаях, конечно, затрагивают эту тему, поскольку явление, с которым мы столкнулись, оно действительно всеохватывающее. Но сегодня, ориентируясь, собственно, непосредственно на тему форума, на тему пленарного заседания, из тех данных, которые есть, я постарался даже не то, что извлечь, а мы специально провели небольшое такое исследование, которое как раз связано с вопросами доверия системе здравоохранения. Сейчас я выведу эти данные на экран и расскажу о тех результатах, которые мы получили. Тема, как я бы значил, это вопрос, связанный с доверием системы здравоохранения. Некоторые вопросы мы, что называется, попытались задать в лоб и получить некоторый набор прямых ответов. Сразу, чтобы понимать, какова природа данных, которые мы сегодня представляем, это исследование было проведено в рамках нашего ежедневного телефонного опроса, в рамках которого мы опрашиваем аудиторию 18+, то есть 18 лет и старше россиян. Это телефонный опрос. Выборка составляет 1600 респондентов и, собственно говоря, мнение этой аудитории с погрешностью в 2,5% те данные, которые я буду озвучивать, они и репрезентируют. Первый момент, который хотелось бы озвучить. Мы вот задали вопрос, скажите, пожалуйста, насколько вы доверяете или не доверяете представителям следующих профессий. Мы этот вопрос на самом деле достаточно регулярно задаем. И надо сказать, что профессии врача у нас традиционно находятся в топе профессий, которым доверяют. И с этой точки зрения, вот такой институт персонального врачей, мы видим, что в целом факторы доверия очень разные. Но когда мы говорим о персонализированном доверии, то мы видим, что у нас профессия врача попадает, скажем так, в такую золотую когорту профессий, которым в обществе сформировано наибольшее доверие, куда у нас попадают ученые, рабочие, военнослужащие, учителя, инженеры, преподаватели и, собственно говоря, врачи, наверное, вот тут эту золотую когорту уже и замыкают с точки зрения отношения доверия к самой профессии, представителям профессии. Но тут, конечно, небезинтересно отметить, что дальше у нас в оценках недоверия у нас начинает распространяться в таких профессиях, как священнослужитель, журналист, да, и в этом плане позиция вообще СМИ и дальше, как мы видим, блогеров, которые вызывают самое меньшее доверие у населения, позиция их как активных агентов информационного поля, в котором мы сегодня пытаемся как население, имею в виду, очень быстро сориентироваться, конечно, позиция их очень важна с точки зрения доверия той информации, которая распространяется, но по результатам их роль в данном случае очень важна, но по результатам других исследований, которые мы проводим, мы сегодня видим, что у нас общественное мнение с точки зрения доверия в период ситуации пандемии серьезным образом сместилось к официальным источникам информации. И те замечательные, скажем так, истории, которые мы получили в начале пандемии, связанные со слухами о дефиците гречки, о дефиците туалетной бумаги, которые были такие панические, скажем так, атаки в информационном поле, они, конечно, к свободным таким СМИ, которые, ну, я имею в виду сферу блогеров, сферу социальных сетей, которые активно катализируют все слухи, не усилило доверие совершенно точно. Но с другой стороны, как я говорю, мне кажется, общество в этот момент получило очень хорошую информационную прививку с точки зрения своего общего понимания, чему доверять можно, чему доверять нельзя. Ну, пойдемте дальше. По, чтобы понимать, кто у нас, каким образом у нас тут, собственно, из чего состоит выборка с точки зрения целевых пользователей, да, кто у нас там отвечает, дает ответы на эти вопросы, пользователи, или те, кто что-то слышал, кто-то кому-то чего-то напел. Ну, здесь, во-первых, надо сказать, что достаточно очевидным суждением является, что сегодня система здравоохранения и российская, ну, наверное, и мировая, в отношении мировой эта тезис справедлив, переживает один из основных своих стресс-тестов за ближайшую историю, которую мы наблюдаем. И если выражать это в цифрах, то мы видим, что сегодня у нас 65% респондентов, которые приняли участие в вопросах, они обращались в государственные и муниципальные поликлиники в течение последнего года, на еще 36% обращались в частные. И, собственно говоря, аудитория, которая, ну, скажем так, избежала этих контактов, это фактически у нас четверть, да, где-то 24% говорят нам о том, что в течение последнего года не обращались за получением медицинских услуг. остальные 75% по сути дела или в частные, или в государственные, муниципальные, или и в те, и в те имели опыт непосредственного обращения. То есть, аудитория, с которой мы здесь говорим, с которой мы беседуем в этом исследовании, она, в общем-то, понимает, о чем идет речь на своем собственном пункте. Ну, и вот, собственно говоря, ключевой вопрос, когда мы спрашиваем, разговариваем о врачах и просим людей ответить, все-таки они стали в течение последнего полугода-года больше доверять врачам или меньше доверять врачам, да, то тут мы видим, что 57% в целом нам говорят, что по большому счету в их доверии врачам ничего не изменилось. Да, ситуация в целом никак не повлияла. Еще 15% нам говорят, что да, стали скорее больше доверять, 26% относятся достаточно критически, говорят о том, что у них стали, что они стали доверять меньше. Но тут нам интересны не просто эти абсолютные цифры, нам скорее вот здесь интереснее зафиксировать другой факт, что когда мы все-таки смотрим на аудиторию, на аудиторию тех, кто имел опыт непосредственных контактов, да, мы начинаем выделять группы тех, кто все-таки в этом году именно обращался, то мы видим, что среди тех, в той группе, которая у нас доверяет врачам, там число тех, кто именно имеет опыт непосредственного обращения в поликлинические учреждения, там доля этой аудитории выше. Таким образом, конечно, это для нас первый такой посвенный посыл, который нам свидетельствует о том, что с непосредственной практикой обращения и связанной с получением медицинских услуг, у нас все-таки начинает потихоньку формироваться и доверие к системе. Далее. Если мы начинаем, если мы отдельно той аудитории, которая нам говорит о том, что доверять врачам стали больше, когда мы пытаемся, это открытый был вопрос, здесь можно было сформулировать некоторое количество ответов, то есть то, что нам сказали, то мы записали и потом попытались систематизировать. И, собственно говоря, какие же маркеры доверия формируются у той аудитории, которая декларирует эту позицию. Но среди этой аудитории на первом месте у нас идут ответы, которые говорят о том, что доверие формируется из личного опыта, поставили на ноги, вытащили с того света, помогли, вылечили. То есть закрепление вот этого собственного персонального положительного опыта, часто в критических жизненных ситуациях, конечно, делает людей однозначно сторонниками лагеря тех, кто доверяет и врачам, и системе здравоохранения в целом. Ну, на втором месте у нас идут маркеры, связанные как раз с конъюнктурой пандемии, да, нам здесь 23% говорят, что показатели доверия выросли в связи с пандемией, с видением того, каким образом врачи работают под той нагрузкой, рискуя своей жизнью в связи с теми обстоятельствами, которые сегодня сложились. И тут, конечно, важно сразу отметить, что, исходя даже из этих двух ответов, мы понимаем, что тут основными маркерами доверия, основными, скажем так, каналами доверия, которые сегодня нам позволяют этим показателем управлять, является, во-первых, личный опыт, в том числе опыт критических ситуаций, и, во-вторых, конечно, состояние информационного поля. В какой степени объективно, полно сегодня присутствует информация о той ситуации, которая складывается внутри самой системы? Ну, наверное, скажем так, с точки зрения обывателя, я бы отметил, конечно, что сегодня информационное поле в большой степени насыщено соответствующей информацией, и, конечно, такая информационная работа, она оказывает существенную поддержку и системе в целом. Когда мы говорим о маркерах недоверия, то тут у нас появляются такие, как непрофессионализм, некомпетентность, неопытные, плохо работают, далее у нас идут плохое отношение со стороны врачей, естественно, равнодушие, нежелание помочь, хамство, такие в большей степени, наверное, сервисные показатели управления качеством оказания медицинских услуг. Далее у нас появляется достаточно такая тревожная штука, когда мы говорим о неправильном диагнозе лечения и врачебных ошибок, здесь я всегда делаю оговорку, что мы этим маркером всегда интересуемся, но это были открытые ответы, это то, что говорили люди, мы это не могли выкинуть просто, это то, что мы слышали от людей. Но всегда делаю акцент на том, что, конечно, рядовой пациент не является экспертом, который профессиональным образом может судить, уж тем более о наличии врачебной ошибки, которая, само по себе понятие, является достаточно сложным юридически формулированным термином. Вот, поэтому, но тем не менее, вот эти вот опасения субъективные, которые в людях заложены, они действительно имеют место быть. Далее, тут вот, да, мы интересовались в целом, задавали вопрос, по вашему мнению, как сегодня в нашей стране обстоят дела в сфере здравоохранения? Что бы здесь хотелось отметить? Учитывая вот ту ситуацию стресс-тестов, в которую в целом попала система, с моей точки зрения, максимально, ну, ожидаемой, скажем так, программой максимума, как можно сказать, было бы удержание тех показателей, которые были в предшествующие годы. Не допустить провала в качестве работы системы, наверное, это был один из серьезных вызовов, поскольку мы понимаем, что это не просто дополнительные силы, брошенные на борьбу с пандемией, да, остальные заболевания, к сожалению, в период пандемии никто не отменял. И в этом плане, конечно, мы понимаем эту беспрецедентную нагрузку, с которой система сама по себе столкнулась. Конечно, в условиях, когда на систему сваливается эта дополнительная нагрузка, в первую очередь мы ожидаем, что начнет просаживаться качество оказываемых услуг. И, несмотря на то, что, ну, это достаточно общее место, что система здравоохранения до сих пор является одной из достаточно уязвимых зон в системе социального обеспечения в целом, но, тем не менее, мы потихоньку видим, что к 2020 году у нас эти показатели не только не провалились. Говорить здесь о какой-то серьезной такой скачковой динамике было бы, наверное, неправильно, но мы видим, что в 2020 году у нас в целом формируется тренд на улучшение оценок качества работы системы здравоохранения, хотя баланс до сих пор остается достаточно критический. Но в этой связи тут тоже я всегда стараюсь отмечать, что не надо пребывать в иллюзии, что столь критическое отношение к работе системы здравоохранения является бичом российского общества. В общем-то, если мы посмотрим данные зарубежных исследований, то мы увидим, что система здравоохранения в целом и в других странах она тоже является зоной достаточно критического отношения, где исторически сложилось достаточно много проблем. Поэтому в целом, мне кажется, вывод можно сделать такой, что сегодня российская система здравоохранения очень достойно проходит те вызовы, с которыми она для себя по сути дела впервые столкнулась. Но ввиду ограниченного количества времени я не буду, наверное, сильно задерживаться на всех слайдах. Наверное, еще отдельно сказал бы, что мы оценивали по целому ряду критериев, смотрели, каким образом россияне, собственно говоря, что их тревожит в качестве предоставляемых услуг в сфере медицины. И здесь, наверное, я не буду заниматься искусством художественного чтения, в том числе и потому, что эта презентация, она, по сути дела, находится в общем доступе. Пожалуйста, все коллеги, кому интересно, могут с ней ознакомиться. Наверное, я бы обратил внимание на этот слайд. Кирилл Сергеевич, извиняюсь, тайминг. Можно вас попросить? Все, да, хорошо. Ну, собственно говоря, весьма этого слайда очень простое. Мы тут видим, что, как ни странно, хотя, может быть, и не странно, что у нас как раз те, кто пользуются частными медицинскими услугами, ну, они, конечно, государственные медицинские услуги оценивают наиболее критическим образом. Хотя, в целом, вот, ну, номенклатура такая, какая есть, да, не буду на ней сильно останавливаться. И вот, наверное, вот этим слайдом бы я завершил, хотя там есть еще некоторые вопросы. Мы вот такой задавали вопрос. Приходилось ли вам или не приходилось в течение последних трех-пяти лет перепроверять поставленный врачом диагноз, назначенные им лекарства? То есть, обращались ли вы к другому специалисту с теми же жалобами, советовали с близкими или фармацевтам по поводу обоснованности приема назначенных препаратов и прочее? Мы этот вопрос задаем второй год. Собственно говоря, данные мы в этом году получили те же самые. И 41% нам говорит о том, что да, в их практике присутствует перепроверка того диагноза, тех назначений, которые были сделаны первым специалистом. Ну, мне сложно, мне, к сожалению, нет возможности сравнивать это в каком-то, скажем так, общестрановом контексте, таких данных у меня нет, но мне представляется, что цифра, конечно, достаточно тревожная. Все-таки это фактически половина тех, кто перепроверяет тот диагноз, который был поставлен. Но что важно обратить, на что важно обратить внимание? Что в основном это группа тех, кто является, кто достаточно активно пользуется интернетом и присутствует в информационном, богатом, скажем так, информационном пространстве, имеет богатый информационный опыт коммуникации, да, такой расширенный. То есть те, кто пользуется интернетом, мы видим, они как раз являются, если можно так сказать, основными паникерами, у которых формируется недоверие. Ну, конечно, обилие информации, оно является хорошим таким триггером, который запускает у человека в голове желание что-то перепроверить, что-то пересмотреть. И тут позиция с точки зрения доверия и недоверия, они очень шарны. Наверное, я бы на этом закончил ввиду ограниченного количества времени презентацию. Собственно говоря, то, чем хотелось бы завершить, конечно, когда мы отвечаем на вопрос, какие факторы формируют доверие к медицине, то в первую очередь мы понимаем, что это опыт непосредственного взаимодействия и то состояние информационного поля вокруг системы, вокруг профессии врача, вокруг системы, в целом, вокруг того опыта, который люди получают, который сегодня у нас присутствует. И поэтому тут, конечно, мы понимаем, что нам надо изучать и поведенческие практики, и серьезно смотреть на структуру того информационного пространства, в котором люди пребывают, в том числе с точки зрения фейков, которые особенно в период пандемии стали достаточно такими живыми темами. И второй момент, что, на мой взгляд, отечественная система здравоохранения, как я уже говорил, очень достойно проходит тот непростой стресс-тест, с которым она сегодня столкнулась. И тут, конечно, возникает вопрос, каким образом показатели доверия, если нам действительно удастся эту историю достойно пройти на высоком уровне, каким образом в постпандемический период начнет меняться сама система и начнет меняться отношение к ней. Вот эти вопросы на перспективу, мне кажется, достаточно интересными. Спасибо большое. Спасибо большое, Кирилл Сергеевич. Я думаю, презентация будет вывешена полная на сайте нашего форума, и все желающие, я думаю, смогут с ней ознакомиться. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Кирилл Сергеевич. Я хотела единственное прокомментировать ваш последний слайд. Я бы не относилась к нему критично, потому что важно, действительно, если диагноз поставлен, важно получить максимальный объем информации для того, чтобы выбрать тактику лечения. И среди медицинского сообщества диагнозы тоже перепроверяются и собираются специализированные консилиумы медицинские для того, чтобы не то, чтобы диагноз поставить другой, для того, чтобы его подтвердить и выбрать наиболее эффективную схему лечения. Поэтому здесь вполне все разумно. Даже с точки зрения граждан, а тем более, если вы говорите, это люди, которые присутствуют в сети интернет, безусловно, они пытаются найти информацию и самостоятельно еще отнестись к тому диагнозу и к той тактике лечения, которую им врач прописал. Да, спасибо. Справедливый комитет. Да. И я хотела бы представить нашего следующего докладчика. Это наш иностранный спикер из Италии. Мы с вами были наблюдателями весной того процесса, который происходил в Италии. В Италии коронавирусная инфекция стала развиваться стремительными темпами. Фактически ситуация стала неуправляемой в течение двух-трех недель. И мы видели, как самоотверженно боролись за жизнь каждого гражданина Италии врачи. И наши специалисты и московские, и федеральные выезжали в Италию, помогали нашим коллегам. Но и социологи, которые изучают вопросы доверия к системе здравоохранения, в Италии также мгновенно отреагировали на ту ситуацию и провели собственное исследование, которое позволило им отнестись к процессам развития коронавирусной инфекции и изменения отношения и мнения жителей к процессам и протекания заболеваний, распространения на территории Италии. И самое главное, действиям и мерам, которые были приняты на уровне государства и медицинскими специалистами в этой стране. Поэтому я хочу передать слово Джарелли Гвида, первый президент итальянского общества социологии здоровья. Пожалуйста. Доброе утро. И большое спасибо организаторам за приглашение. Мой доклад будет посвящен вопросу доверия во время пандемии и тому уроку, который мы извлекли из этой ситуации. Безусловно. В подобной ситуации мы сталкиваемся с рисками, с сомнениями и нам нужно понять, что же с этим делать. И нам нужно осознать, что такое доверие между пациентом и тем, кто оказывает доверие. На самом деле в этой ситуации есть две стороны. Врачи общаются с пациентами и те и другие должны доверять друг другу. И здесь происходит очень большое количество разных процессов терапевтического характера и не только. Мы говорим о диагностике, о лечении. И здесь важно понимать, что не только пациенты должны доверять системе здравоохранения, но и наоборот. И, конечно, в такой ситуации мы должны посмотреть, как пациенты оценивают качество, оказываемые помощи. Не только потому, изменение структуры и nature с помощью пациентов и пациентов. И мы понимаем, что в этой ситуации достаточно заметно меняется взаимоотношение, меняется структура того, как люди действуют. и действуют. И еще, очень важно, чтобы профессионалы доверяли пациентам. доверяют пациентам, и если профессионалы будут доверять пациентам, то это позволят нам выстроить полноценную полноценную систему взаимоотношений. Только в этой ситуации мы можем говорить об эффективном действии. Итак, какой же урок мы извлекли из сложившейся ситуации? Первый урок. только в том случае, если у вас полноценная сеть медицинской помощи на местном уровне, на федеральном уровне, у вас есть не только медсестры, врачи, акушеры, но и социальные работники, которые помогают вам, вы сможете пережить подобную ситуацию. И только в том случае, если в этой сети налажена коммуникация между всеми участниками, вы поймете, как вам себя вести. И, наконец, второе. Очень важно распространять необходимую информацию среди пациентского сообщества. Если пациенты слышат, как им себя вести, внутри этой сети они распространяют эту информацию своим родным и близким, и даже если возникает необходимость госпитализировать пациента, все проходит нормально. Но на самом деле, если информация полноценно распространяется в обществе, мы можем принимать взвешенное решение, кого нужно госпитализировать, а кого не нужно. И здесь речь идет о том, что мы должны доверять тому, что мы слышим от пациентов, чтобы не нагружать стационарную систему людьми, которым можно оказать помощь на уровне амбулаторного звена. Потому что, если пациент нам о чем-то говорит, мы должны полноценно иметь возможность оценить, насколько у него тяжелое состояние. И если мы вспомним, что происходило в разных регионах Италии, система по-разному смогла справиться с этой ситуацией, и мы наблюдали разные уровни смертности, заболеваемости. И, наконец, как я уже говорил, все это зависит от того, насколько хорошо работает вся сеть профессиональных контактов. И второе, это то, как организованы взаимоотношения между местным и государственными органами управления. Но вот, например, мы можем говорить о том, что есть центральные органы власти и есть регион Ломбардия, где какая-то своя ситуация и свои местные решения. Очень важно, чтобы центральная система слышала о том, что происходит на местном уровне. и местные власти могли опереться на те решения, которые принимают центральные органы. Поэтому, в такой ситуации, как пандемия, подобные взаимоотношения должны быть очень хорошо отлажены. макроуровень доверия и макроуровень доверия доверия. Микроуровень отдельным людям и местным учреждениям и макроуровень это уровень доверия тем сообщениям, которые мы слышим от государственных органов власти. и здесь важно, чтобы сообщения передавались через центральные каналы. Благодаря ВОЗ нам известны, какие были меры предприняты в экстренном порядке и как и какая система здравоохранения не справлялась с этой ситуацией. И я могу сказать, что неблагоприятная ситуация складывалась в тех странах, где систему здравоохранения постоянно недофинансировали. для того, чтобы у системы была возможность справляться с подобными ситуациями, государство должно предоставлять этой системе ресурсы и возможности. Я надеюсь, что благодаря извлеченным урокам много поменяется. и наша национальная система здравоохранения больше не будет сталкиваться с таким визуанием бюджета, которое было когда-то в прошлом. И сейчас, когда мы столкнулись со второй волной, я надеюсь, что все пойдет совсем иначе, чем было во время Первой войны. Большое спасибо за внимание. Большое спасибо, профессор Джарелли. Следующий наш последний для пленарного заседания докладчик это присяжная Надежда Владимировна, заместитель директора по научной работе Института социальных наук Сеченовского университета, кандидат социологических наук. Она представит совместный доклад с директором института Решетниковым Андреем Вениаминовичем. И хотелось бы, пользуясь поводом, хотелось бы сказать, что, конечно, Андрей Вениаминович это, наверное, ключевая фигура для академической социологии медицины в России. То есть он стоял у истоков институализации этой дисциплины в нашей стране и сегодня очень много делает для ее популяризации. И можно сказать, что его учебник уже давно знаком каждому из тех, кто занимается профессионально академической социологией медицины. Пожалуйста, можно выступление с краткой Надежды Владимировны? Добрый день, уважаемые участники форума социологии здоровья и здравоохранения, который на двери. Приветствуем вас от лица Института социальных наук Сеченовского института От лица директора Института социальных наук Академика РАН Андрея Ильича Шейфикова позвольте поздравить всех участников мероприятия с этим событием и пожелать плодотворной работы, интересных дискуссий и новых идей, которые, как известно, рождаются в атмосфере технического поиска. Наш совместный доклад «Трансформация императивной доверия как основа взаимодействия врача и пациента в современных условиях» вы получите представлять свой момент. надо сказать, что вопрос доверия является ключевым для системы здравоохранения для определения особенностей развития, стратегии развития и тактики отношений между врачом и пациентом и между системой здравоохранения и населением. Идеал отношений врач-пациента сформировался с учетом техногенности медицинского учреждения. И очень часто мы слышим, что наша система здравоохранения убьет новые ориентиры, новые прорабатывают новые продвижения развития, хотя подчистою мы слышим некоторые такие размечения, наше здравоохранение в настоящий момент обладает определенными парадоксальными элементами. Например, до настоящего момента среди населения распространены установки о бесплатном здравоохранении, хотя реально мы работаем исходя из внешней системы оплаты системы здравоохранения и финансирования. Формально мы наблюдаем рост расходов на здравоохранение, хотя отдельные спроходы конечно еще наблюдаются. Те ключевые задачи обеспечения доступности медицинской помощи направлены в первую очередь на заполнение пробелки маршрутизации больных. Номинально мы слышим очень часто из средств массовой информации насколько важна для общества профессия медицинского работника. Тем не менее фактически строгие движения престижности профессии медработника. Во многом этот тест подтверждается такими явлениями, как сравнение набора стопроцентная заполняемость абитуриентами медицинских вузов одновременно с этим на момент полностью готового выпуска полностью готового специалиста медицинского специалиста. А мы знаем, что образование в медицине занимает очень длительный период и оно является очень трудовелким. Но, однако, выпуская подготовленные кадры для церохранения, мы сталкиваемся с тем, что кадры уходят в специальности, не работают по профессии. И с таким травматическим психозом сталкивается до 30% молодых специалистов. мы наблюдаем на фоне роста трагматических мотивов, нивелирования моральных ценностей, в том числе призвания становятся не в огловую угла для абитуриентов, для молодежи, а все-таки выдвигаются прежде всего какие-то рациональные мотивы выборов профессии. В том числе наша молодежь говорит о том, что их привлекает выбор профессии обусловлено тем, что медики всегда будут гарантированно трудоустроены. Они всегда будут уважаемы в обществе. Тем не менее существует и обратная страна медали, когда мы видим, что престиж профессии врача падает, взаимоотношения между врачом и пациентом выстраиваются не всегда в положительном русле. И очень часто пациент ожидает от системы травмогранения такой же динамики изменений, как и от общественной структуры. доверие во многом строится именно на личных отношениях врача и пациента. Когда пациент обращается за помощью, прежде всего, конечно, врачи ждут от него искренности, открытости и откровенного рассказа о том, что его беспокоит. Работа пациента в этом отношении прежде всего состоит в выполнении рекомендации врача. тем не менее, по данным андрей мучер Шекекова всегда выполняют рекомендации врача только 54,5% пациента. 37,8% говорят о том, что выполняют рекомендации от случайа, и 7,7% откровенно отвечают, что не выполняют рекомендации врача. Безусловно, мы знаем, что доверие пациенту к врачу сдерживается на нескольких основных фактах, мотивирующих фактах. Конечно, это внешние атрибуты профессии. Например, если мы видим на двери статус врача, должность, звание, учебная степень, чем больше такого рода информации рядом с принимающей дверью врача, тем больше пиетет приходит пациент. Если открывают дверь, вы получают от врача дружелюбное внимание, его внимательно выслушали, а в конце встречи врач говорит о том, что ваше заболевание обязательно будет вылечено, вы обязательно будете здоровы, доверие пациента врачу максимально. В условиях пандемии, когда мы говорим о том, что доверие играет роль спасительного круга для пациента, который влучает свою жизнь медицинским сотрудникам, конечно, мы должны учитывать и общественные фоновые последствия распространения коронавирусной инфекции. Во-первых, мы сталкиваемся с новым инновационным толчком развития процесса специализации. Мы переходим в дистанционную форму отношений. Мы закрепляем, и сроки это отмечают очень явно, закрепляем новые нормы социального поведения и взаимодействия. Это и социальная дистанция, это и настороженное отношение к посторонним людям, аккуратное соблюдение санитарно-поземиологических правил. Безусловно, надо отметить и то, что формируется такая составляющая как кодек диссидента. И во многом любой витамиум, любой врач скажет, что это очень отрицательная тенденция. Тем не менее, как мы знаем, такое явление оно, к сожалению, не есть. Одновременно с этим негулирование сакральности медицинских знаний приводит к тому, что пациент очень часто обращается за медицинской помощью на той стадии, когда интернет-консультации, в кабачках, консультирование советы со стороны родственников по поводу лечения оказались недействительными. И это, конечно, осложняет течение, осложняет устранение последствий этого заболевания и накладывает отпечаток на отношения между врачом в центре в городе. Что же ожидают население системы здравоохранения? С одной стороны, пациенты ожидают сохранения или раскрата, скажем так, патерналистского с советского отношения врача к пациенту, святят другим здоровая сам. Это принцип, который для наших пациентов должен определять поведение, определять профессиональные ориентины для медицинского специалиста. Растут требования пациентов в отношении работы врача и апеллирования политическую составляющую профессию. Одновременно с тем, что проход и итоги модернизации уже сегодня видны, все-таки требования в отношении технического рода ожидания самого медициента профессионализма врача, недоверие пациентам назначения врача и низкая комплентность и такое явление как псевдоинформированность пациента, когда он получает информацию по медицинским вопросам из интернета, социального окружения, других источников и нищих отношения к системе здравоохранения. В этих сложных, непростых условиях действительно актуализироваться концептуальный вопрос современности, как вернуть доверие населению в системе здравоохранения, как укрепить авторитет врача. Однозначного ответа на этот вопрос, конечно, нет. Нет никакого рецепта, которого можно исследовать. Тем не менее, надо отметить, что взят прицел стратегии развития системы здравоохранения, взят прицел на цикровизацию, на активное внедрение новых технологий, на повышение качественной цельской помощи и доступности этой и помощи для пациентов. Но нужно и отметить, что такого рода движения должно быть обладать. И для того, чтобы система здравоохранения могла предоставить наилучшее, наибольшее комфортное, наилучшее условие и наивысшего качества услуги своих пациентов, пациент также должен сделать шаг на свечу в системе здравоохранения. действительно, сейчас не хватает тех душевно глубоких отношений между врачом и пациентом, на которых традиционно была основана система здравоохранения. И, безусловно, не хватает того положительного образа врача, который мы видели на экранах наших телевизоров раньше. И это достижение медицины, которое освещается недостаточно широко противорез неким случаям, когда ошибки или, возможно, даже не ошибки, а просто недостаточно поработанные вопросы активно муссируются, обсуждаются и ставятся в вину системе здравоохранения медицинским работникам. Такого рода несправедливости необходимо изменить основы взаимодействия, укреплять авторитет врача, авторитет системы здравоохранения. И, безусловно, врачи-пациенты должны двигаться только на встречу с другом. Спасибо. Спасибо большое, Надежда Владимировна, за замечательно подготовленный доклад. Коллеги, наше пленарное заседание подходит к своему завершению с учетом того, что мы несколько задержались в рамках нашей пленарной части. Мы сократим перерыв буквально до 2-3 минут и будем продолжать нашу программу уже в соответствии с регламентом, опубликованным на нашем сайте. Я буквально потрачу одну минуту времени, чтобы напомнить вновь присоединившимся участникам, что если вам необходимо будет получать баллы НМО, вам обязательно пройти надо будет регистрацию и по этой регистрационной ссылке открыть баллы НМО, для того, чтобы они вам начислялись. Дальше у нас будет по программе три секции. Первая секция, с которой мы начнем буквально через 5 минут, это мифы о здравоохранении и недоверии официальной медицине. Вторая секция, лояльность сотрудников и пациентов, опыт медицинских организаций. Третья секция, диалог между населением и системой здравоохранения, новые решения. Эти секции будут проходить по времени где-то до половины шестого, если мы из регламента сильно не выбьемся. И потом в районе шести часов мы окончательно завершим наше мероприятие официальным закрытием и объявлением победителей конкурса молодых ученых. С утра если вы присоединялись к нам до 11 часов был очный полуфинал этого конкурса молодые ученые представляли свои работы и в течение сегодняшнего дня параллельно с нашим форумом экспертный совет отбирает лучших из них которых мы наградим в конце нашего рабочего дня. Благодарю вас за внимание буквально 2-3 минуты и мы будем вновь с вами. Спасибо. Спасибо. Спасибо.